На этой неделе южноуральская делегация, возглавляемая губернатором, работала в Италии. Итальянскому бизнесу презентовали Челябинскую область как регион, выгодный для инвестиций. Российские гости, в свою очередь, оценили уровень производства сталелитейной группы «Чивидалия Вальдуга», где отливают детали массой до 120 тонн для военных и гражданских судов. Подписан ряд соглашений о намерениях. На территории Челябинской области будет размещен сталелитейный завод, подобный тому, который увидела сегодня делегация. Уже началось обустройство цехов. Это будет первый в России завод, производящий столь высококачественную сталь. Общий объем инвестиций – около 50 миллионов евро. В городе Удине снова презентация. Губернатор Михаил Юрьевич рассказывает о ряде преимуществ у инвесторов, открывающих проекты в Челябинской области. Среди них административное сопровождение, стартовый офис и бесплатное проведение коммуникаций. Мы пытаемся донести до итальянской бизнес-общественности, что наш регион открыт, что у нас существуют вот такие-то условия, такие-то льготы, что вы и так работаете с российским рынком. Через некоторое время вам все равно потребуется по каким-то изделиям локализация. И, например, точка предложения может быть Челябинской области. Такие визиты мы будем продолжать и в течение года очень много. Далее визит на предприятие группы Даниэля, встреча с вице-губернатором округа Фриулия-Венеция-Джулия и подписание новых соглашений о сотрудничестве. Продолжается газификация Верхнего Уфалия. Много вопросов по этой теме было задано Михаилу Юрьевичу во время записи программы «Диалог с губернатором». Проблемы, озвученные жителями, сейчас решаются. Так Валентина Бетина, проживающая на улице Уральской, обратилась к губернатору с просьбой о газификации ее района. Михаил Юрьевич поручил ускорить процесс строительства газопровода. Сегодня рабочие завершают прокладку труб по улицам Уральская и Евсеева и устанавливают газорегуляторный пункт. После сдачи объекта 30 семей получат возможность подвести газ к своему жилью. На продолжение строительства газопровода в микрорайоне, центральном, из областного бюджета направлено 5 миллионов рублей. В 2012 году будет газифицирован район «Автомобилист». Коллектив детской школы искусств Новокоалинового отпраздновал новоселье. Многие годы школа юдилась то в детском саду, то в воскресной школе. Ремонтные работы в местном ДК начались в августе прошлого года по программе «Добрые дела», инициированной Михаилом Юрьевичем. Сегодня ремонт завершен, педагоги и ученики не скрывают радости. Освоить такую сумму мы не думали, что мы вместимся вот в такие помещения, что нам на все это хватит, потому что здесь огромный объем работы. И как здесь люди работали с августа месяца практически. И вот сейчас вот нам получился новогодний рождественский подарок. То есть мы получили просто удивительно. На этот объект из областного бюджета губернатор Михаил Юрьевич направил миллион 120 тысяч рублей, еще более 250 тысяч добавил район. Реально получается за полгода мы сделали вот этот объем, но объем достаточно большой. Потрачено было в общем и целом 1 миллион 380, согласно СМЕДам. По данным Национальной службы мониторинга, Михаил Юрьевич признан одним из самых популярных глав региона в социальных сетях. Он входит в 20-ку топ. Больше всего главы субъектов любят микроблог Твиттер. Аккаунты в Твиттере открыты у 42 российских губернаторов. Южноуральский занимает пятое место в рейтинге по количеству читателей микроблога. Их у Юрьевича больше 12 тысяч. В живом журнале глава региона не менее популярен. Он занимает шестое место. Сегодня онлайн-дневник Юрьевича читает больше тысячи человек. А за полтора года на его страницах оставлено 14 тысяч комментариев. 22 января в Чулябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова состоится 8-я церемония вручения народной премии «Светлое прошлое». Награду получат 9 южноуральцев, прославивших Чулябинскую область в спорте, науке, литературе и искусстве. В этом году среди номинантов спортсменка Екатерина Гамова, актер Ян Цапник, писатель, сатирик и юморист Анатолий Трушкин. В качестве специальных гостей в Чулябинск приедут писатель Михаил Шванецкий и телеведущий Тимур Кизяков.